Давайте поговорим об этом. Я скажу несколько слов. Мужчина, вкратце, если говорить, это тот, кто исполняет свои обещания. Никогда не обманывает в обещаниях. Это мужчина. Это вкратце, если говорить. Вообще три характеристики даются. Первая характеристика – это понимание высшего смысла жизни. Это первое для мужчины, что требуется, чтобы быть мужчиной. Если вы знаете высший смысл жизни, у вас будет очень мощный разум. То, что это как раз преимущество мужчины именно в разуме. Это его особое достояние – разум. Если есть высший цель жизни, его разум будет реализован полностью. Если этот смысл жизни снижается до уровня секса и денег, разум тоже теряется. Поэтому мы говорим, тот мужчина, который просто увлекается сексом и деньгами – это проходимец. Так мы описываем, что-то становится низменное. И вот мужчина – это первое, это целеустремленность. Второе – это смелость. Его мужество, его решимость, смелость – это другое мужское качество. И третье – щедрость. Вот это настоящий мужчина. И он выполняет свои обещания, дает обеты, исследует им. Как помните, когда-то слово офицера. Если он сказал, он сделал. Если не сделал, он застрелится просто. Это мужчина. Вот такая характеристика. По высшим меркам это так. Поэтому если говорить о браке, то в Библии говорится, это апостол Павел говорил, насколько помню, для мужчин. Не женился – не женись. Женился – не разбодись. Вот такие есть формулы. То есть выбирает путь и до конца.